Здравствуйте! Это «Прямый разговор» с вами Людмила Аколиева. Сегодня гость нашей студии Сергей Чалов. Сергей, добрый вечер! Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Встречались с вами больше года тому назад. На этой неделе, насколько я знаю, в Москве прошла церемония открытия форума «НАИС-2024». Расскажите, кто принимал участие и о значимости этого форума? «НАИС» — это ежегодный форум. Он проводится в преддверии Дня гражданской авиации в феврале 6-7 числа. Это обычно происходит в «Крокус-Сити» в Москве. Проводит на его «Росавиация». Формат «НАИС» — это больше всего выставка, но на ней происходит как раз-таки вручение и награждение лучших авиакомпаний. Достижения авиакомпаний отмечаются и награждение аэропортов. В этот раз открытие проводил зам. предправительства Федерации Белоусов. Выступали и награждали министра транспорта, руководителя Росавиации. Были отмечены лучшие сотрудники в отрасли всей России. И также были награждены лучшие перевозчики и аэропорты. Я знаю, что вы вернулись не с пустыми руками. Поговорим о награде более 30 участников в этой номинации. По каким критериям велся отбор? Критерий был такой, что от 500 до миллиона. То есть сначала было награждение сотрудников, потом началась категория аэропортов и авиакомпаний. Были отмечены авиакомпании и перешли, когда к аэропортам мы попали в категорию до миллиона пассажиров в год. В этой номинации участвовало более 20 аэропортов России. Мы были отмечены наградой. Были отмечены наши достижения, строительство терминала, объем перевозок, который за последние 5 лет вырос больше, чем, сейчас уже можно говорить, практически в 3 раза. Голосовали, я насколько знаю, авиационные специалисты Росавиации, журналисты. И были отмечены именно голосования пассажиров. По итогу года количество вообще отзывов положительных об нашем аэропорте и вообще других. Сергей Николаевич, награду получали вы, насколько я знаю. Какие эмоции вас переполняли? Вы, по-моему, впервые принимали участие. 11 лет подряд проводится авиационный форум. И впервые наш аэропорт был отмечен и удостоен награды. Безусловно, мы полетели туда, когда на делегации. Форум такой очень большой, очень яркий, зрелищный. Много участников, все собираются, все друг друга поздравляют. Эмоций было очень много. Потому что впервые такого формата и на таком уровне нас отметили с таким хорошим достижением. Ну, впервые участвовали и сразу же вернулись с победой. Да, да. Конечно, в вашей работе не бывает без сложности и проблем. Как выстроена и ведется работа в этом направлении? Проблем, на самом деле, да, много. И жалоб достаточно большое количество поступает сейчас. И поступало раньше, сейчас намного меньше. Ну, и сейчас много позитивных эмоций все равно испытывают пассажиры. Очень много. То есть сейчас, конечно, перевес уже гораздо в лучшую сторону. Потому что все-таки построили терминал, запустили. Хотя и с терминалом в течение года было много проблем. Все-таки терминал новый, оборудование новое. Специфика оборудования сразу нам, ну, как бы не дала возможность максимально его использовать. В течение года мы обучили людей, подготовили. Сами научились с этим работать. И, конечно же, сейчас уже немножко на другом уровне. Спустя год можно говорить, что мы работаем на другом уровне. С жалобами, конечно, мы работаем. Количество жалоб все равно у нас немаленькое. Люди жалуются, пассажиры жалуются. Мы стараемся устранять. Ну, вот одно из направлений, я знаю, с парковкой бывают проблемы. Также это ценообразование билетов. Часто жалуются, что очень высокие цены. Ну, и много других. Давайте об этом поговорим более подробно. Ну, давайте обсудим самые такие, наверное, массовые, которые были у нас, жалобы. Если массово брать, самое большое количество жалоб походило у нас про парковки. В момент, когда строительство было, мы провели и модернизацию оборудования парковочного, и изменили форму парковок и стоянки. Но, к сожалению, вот у нас там просчет был в том, что мы не стали увеличить количество выездов. Оборудование сейчас мы модернизировали, оно стало не справляться, стали появляться сбои. Количество выездов, два в пике, с учетом сейчас массового увеличения у нас рейсов, летний сезон. Мы, конечно, столкнулись с тем, что два въезда, особенно два выезда, они справляются с потоком. И в пик создаются большие пробки и коллапсы. Неправильная была локация, конечно, тоже не досмотрели. Неправильная локация была установки паркоматов оплаты, неправильная остановка шлагбаума. Все это повлияло и привело к тому, что были у нас многочисленные жалобы. Как вы выйдете из положения? Сейчас мы провели модернизацию, заменили оборудование, поменяли локацию, поставили все терминалы оплаты в одной зоне. Но этого, опять же, недостаточно. В этом году мы сейчас готовим институционный проект, уже открытие проходит. Сейчас начнем менять локацию именно зоны выезда. Количество шлагбаумов увеличено с двух до четырех. Их нахождение перенесено таким образом, чтобы пробки не создавались в повороте, где невозможно произвести манипуляции, разворот или отъезд. Соответственно, я думаю, что если мы в течение года, как мы планируем, к сентябрю, к августу это завершить, я думаю, что эти вопросы все снимутся. Но уже сейчас мы видим, что произведение модернизации, оборудование уже гораздо легче и проще стало работать, и количество жалоб очень сильно уменьшилось. Билеты. Ну, вот как-то я читал, где-то недавно были комментарии о том, что дорогие билеты на самолеты, и связано это с тарифами, которые, ну, сборы, которые производит аэропорт. Самое главное, каждый должен понимать, я вот сейчас попытаюсь объяснить, что цены, цены мы сами не устанавливаем. То есть есть рынок, мы безусловно их заявляем, но все тарифы все утверждают ФАС. ФАС — это рынок, он не позволяет двигаться у нас в субъекте или в другом каком-либо субъекте, или в другом любой другой организации, в основном те тарифы, которые не рыночные. У нас ФАС все регулируется, у нас основная масса регулируемых тарифов для перевозчиков, и они все по рынку, и все согласованы с федеральной антимонопольной службой. Теперь, что бы хотелось бы сказать по ценообразованию билетов. Это, конечно, экономика авиакомпании, и мне сейчас немножко сложно будет говорить. Если вы покупаете заранее билет, то любые скидки и тарифы, они могут на это повлиять, если вы берете за месяц. Если вы же покупаете за неделю или в последний день, то какие бы тарифы мы не устанавливали для авиакомпании, она его все равно продаст по максимальной дорогой стоимости. Это спрос, это рынок. И я вот сталкивался с тем, что в последний день эконом покупает по 30 тысяч, и его все равно покупает. И поэтому, когда вы говорим, что у нас высокие тарифы, они высокие только на стандартном, на уровне, когда это вот для позиций, там, когда самолет пустой, продажа начинается за полгода. Поэтому это рынок. И опять же, если посмотреть там наших соседей, где летает один рейс в Кабардино-Балкарии или Ингушетии, по одному рейсу вообще в день выполняется, и у них тарифы дешевле, и всегда есть в свободной продаже билеты, это говорит о том, что просто никто не пользуется ни аэропортом, ни услугой авиакомпании. То есть нет спроса? Нет спроса. У нас регулирует рынок. У нас все время все рейсы полные. Поэтому, конечно же, если люди хотят все-таки полететь дешевле, все-таки нужно заранее как-то прогнозировать, планировать и покупать билеты. Потому что день вылета, или там за 2-3 дня, это очень дорого. Даже эконом. Что касается жалоб и тех комментариев, которых мы читаем, то, что у нас в аэропорту, кроме того, что высокие цены на билеты, это еще высокие цены на питание, кофе или любой ассортимент, который стоит в рамках торговли. Вот что хочется пояснить? Как выстроена у нас вообще в холдинге, не только в нашем аэропорту, как выстроена вообще деятельность некоммерческая? Мы все торгуем. То есть это рынок. У нас все проходит через площадки. Бывает Сбербанк или другие площадки. Мы выставляем любую площадь под торговлю. Мы определяем, конечно, какая концессия, это общепит или магазины продовольственные. Если это общепит, мы выставляем точку, туда заходят все желающие, это публикуется на площадке, и там проходится конкурс. Они торгуют, кто больше дал, тот заходит с арендой, на какой-то распределенный срок, который мы устанавливаем, обычные 3 года, начинают свою торговлю. С учетом всех факторов. Общепит, он очень сложный, очень разносторонний. С чем люди туда заходят, я имею в виду коммерсанты, которые берут нас в аренду, начинают торговлю общепитом, мы не знаем. Сегодня-то завтра там будет чебуреки, допустим, пироги, или же там какая-то среднеазиатская, восточная кухня, мы не знаем. С чего складывается их калькуляция стоимости, мы тоже не знаем. Но опять же, смотрите, вот мы сдали в торговлю. Они сами определили, сколько за это путем конкурса, и переторжки потом в конце готовы платить за эту площадь. Мы им сдали, заключили договор, отношения больше мы к ним никакого не имеем. Вообще, мы не можем регулировать их тарифы. То есть, если у них есть спрос, они его, ну, видимо, там, да, регулируют в ту или иную сторону. Но если же брать опять по аэропортам и посмотреть, какие цены в минеральных водах или там в московском аэровоузле, то у нас цены не самые высокие. Я бы даже сказал, что у нас цены рыночные. Безусловно, если сравнивать, опять же, себя с там, с Кабардино-Балкарией или Ингушетии, где летает один рейс, где вылетает в день там 150 человек, то, наверное, там в конце себя будет ну, такого же уровня, да, то есть там, но если нет спроса, нет людей, то там уже будут стоять и торговать, наверное, кофе там за 78 рублей. Но, опять же, какого это будет качества, никто за это гарантировать отвечать не может. Но, опять же, я, допустим, не знаю, как там происходит, но у нас очень высокий спрос. Очень высокий спрос. И, соответственно, по какой бы цене не продавали, кофе 350 рублей. Если идет спрос, покупательская способность у нас, пассажиров, видимо, позволяет покупать, то цена будет всегда держаться. Поэтому, к сожалению, вот когда жалобы или комментарии идут, что у нас самые высокие тарифы, аэропорт точно никак не может повлиять на арендаторов. Арендатор устанавливает пары, и у нас, как мы не придем, у нас в кафе сесть негде. И жалобы идут, что мало кафе, мало посадочных мест, надо увеличивать, пассажиры жалуются, что не могут разместиться. Это говорит о том, что всех устраивает цена. Даже если не устраивает, все равно все заходят, и все все покупают. Хотя есть, вот у нас стоит в единге, там уже совсем другая цена. И на кофе, и на воду, чем в кафе. То есть предоставляется какая-то альтернатива уже на других источников. Но цена, к сожалению, такая, какая есть. Она складывается, и она по рынку. Прошло больше года после ввода в эксплуатацию нового терминала. Можно ли говорить о том, что он был насыщенным и продуктивным? Мне кажется, самое время подвести итоги, Сергей Николаевич. Какое количество рейсов обслужили и какое количество пассажиров перевезли? Терминал нам дал толчок. Все-таки, ну, с учетом уже мы хорошего опыта, работы, уже развития многих направлений. Открытие нового терминала позволило нам более комфортно создать условия для пассажиров. Дала толчок для перевозчиков. Все-таки установка телетрапа, переход на круглосуточный режим работы. Все это повлияло на... И повлияло на то, что все-таки перевозчики с большим желанием, более большим желанием стали выполнять к нам рейсы. Опять же, если возвращаться, у нас много было проблем. И вот с новым терминалом, и клининг мы сейчас поменяли бы, лежало бы на уборку, лежало бы на кондиционирование летом. Все это мы работаем, все устраняем. К сожалению, появлялись и брак в оборудовании. Мы с холодильной установки в течение года пытались поменять и заменить. Ну, и вот такие вопросы, конечно, сложные возникают. Но, в принципе, для пассажиров это незаметные факторы. И никак очень редко, когда отражаются на том или ином пассажире или рейс, когда человек это чувствует. Ну, а так, вообще, это очень хорошо, позитивный момент. Достигли исторического рекорда. Мы перевезли 916 тысяч пассажиров. В 2018 году это было 350. Сейчас уже под миллион. И в этом году мы планируем уже все, уже переступить черту или уже приблизиться к миллиону. Это точно. Мы выполняли рекордное количество рейсов. Выполнили 3000 взлет-посадок совершили на свой аэропорт у рейсов по 11 регулярным направлением. Это регулярное направление. 11. Это самое большое количество. Исторический рекорд. Ну, и, соответственно, это все, конечно, позитивно откладывается и на субъекте, и на развитие аэропорта, инфраструктуры. И в дальнейшем вообще дает нам возможность прогнозировать вообще деятельность аэропорта. Поэтому только позитивные эмоции от открытия. Есть сложности. Мы видим, что в пике, конечно, в пике уже там количество рейсов это превышает даже пропускную способность нового терминала. Но, в принципе, стараться будем регулировать это расписанием, чтобы не создавать большого количества, более трех рейсов. В этом терминале уже не сложновато. В прошлом году аэропорт открыл новые направления. Это Казань, Новосибирск, Уфа, Дубань. Продолжается ли работа над тем, чтобы открыть новые авианаправления? Ну, первая наша задача очень важна сохранить всю маршрутную сеть. Это очень важно. Эти направления, они были ключевыми. И мы, изучая рынок вообще, у нас есть целый коммерческий департамент, который долго изучает спрос, тарифы, смотрит, у нас есть доступ к трансферам, перевозчиков. И изучали, и вот выбрали вот эти самые такие, ну, более популярные направления наших пассажиров, нашего субъекта и соседней. По ним мы начали работать. В первую очередь, надо было запустить, попробовать рынок. Пермь, вот Казань, вот Уфа. Попробовали, пошло. Дубай очень был, мы запустили сперва в сентябре, в октябре. Загрузки практически не было, было жарко очень там еще, и никак-то не летели, у нас были большие сомнения, и у перевозчика было и сомнение, что сейчас попробую, мы не пойдем, не будут загрузки. Ну, запустив в ноябре, в октябре, уже там было видно в конце октября, в ноябре, сейчас по декабре достаточно неплохо грузится, хорошее направление, спрос есть. Ну, Турция понятна, по определению, там всегда все хорошо у нас. Казань приятно были удивлены, очень хорошо грузилась. Сейчас нужно сохранить и количество чистоту, количество рейсов увеличивать. Это самая большая наша задача, не потерять то, что мы уже наработали, и увеличивать чистоту. Чем лучше и больше чистота, ну, лучше, я имею в виду, большее количество рейсов в неделю, тем становятся перспективнее и интереснее эти рейсы. То есть человек не может там полететь, очень неудобно лететь туда прямым рейсом, потом возвращаться через Москву или наоборот, очень неудобно полететь и вернуться. И для этого нужно, конечно же, нам увеличивать чистоту. У нас есть наработки еще по некоторым направлениям, но это наработки, по которым мы работаем. Мы очень стараемся возобновить и Армению, и Баку в этом году. Надеемся, что и Сочи получится, в этом году? Сочи у нас откроется, Сочи будет у нас летать. Мы в этом году отлетали. Сейчас программа у нас сократилась и отменились рейсы, но только потому, что нет загрузки. Вообще спрос упал. Вообще сейчас нет. У нас, к сожалению, в это время, вот в феврале вообще спроса нет. Но вот сейчас мы уже видим и количество отзывов, и комментариев, и спрос от перевозчиков. Поступает, что начался расти спрос. Я думаю, сейчас с подтеплением к марту месяцу по-любому будет рейс возобновленный. Расписание уже стоит. То есть в апреле уже два рейса в Сочи уже будет. Сергей Николаевич, не могу не спросить о планах. Ну вот затронули мы сейчас, получается, международные перевозки. Мы в этом году на направлениях международных тоже у нас был максимум, исторический рекорд. Перевезли практически там около 70 тысяч пассажиров за год. Самый пиковый год у нас был, я сейчас тоже так напомню, не помню, в 19-м году мы перевезли в 19-м году 20 тысяч. И тогда это был рекорд. Мы тогда перевезли за один год больше, чем за последние 10 лет. В этом году мы перевезли 70 тысяч. Мы перевезли уже больше, чем за все время, которое есть в аэропорта. То есть за один год перевезли 70 тысяч. Это очень хорошая цифра. Мы посмотрели, примерно сравнили себя. И у нас международное направление, по-моему, международное направление, количество рейсов и перевезенных пассажиров на уровне Волгограда. Это город-миллионник. То есть у нас очень хорошо пошли направления Дубай, Стамбул, Антария. И если мы сейчас добавим Армению, Баку, мы, безусловно, 100 тысяч в 2024 году должны перевезти. К сожалению, у нас старый терминал. Ему более 30 лет. Уже 35 где-то ему приблизительно. Но уже не соответствует никаким требованиям, никаким нормам. Единственное, что там хорошо, у нас технология, очень хорошая самотехнология. То есть у нас нет реверсированных каких-то потоков, нет ожидания прилета, вылета в самолете, если там где-то обслуживание проходит. У нас две отдельные зоны, две отдельные коридора, два прохода таможенных. Это комфортно, это хорошо. Пропускная способность позволяет нам комфортно обслуживать один большой самолет, воздушное судно, примерно по количеству и 250, и 280 человек. И на прилет, и на вылет. Но в связи с тем, что здание очень старое, мы не можем провести никакую модернизацию, ремонт. Тогда мы вынуждены просто тогда прекратить на полгода, даже больше, наверное, все рейсы. потому что нет возможности, он очень маленький, компактный, не можем даже, вот мы сейчас проводили точно летом замену тепловых сетей, сейчас будем в этом году производить замену всех пакетов, стекло, поменяли все трубы, канализацию, и это все равно достаточно много состоит из комфорта пассажирам. Это большая проблема. И вот с учетом этого всего, конечно, мы сейчас ведем проектирование, и пытаемся, будем пытаться в этом году, даже не будем пытаться, и в будущей уверенности все хорошо будет, никаких катаклизмов не будет происходить, мы начнем физически летом уже строительство, реконструкцию терминала, под вот старый терминал, который у нас был под ВВЛ, там порядка четырех тысяч квадратных метров, мы будем проводить модернизацию и делать его в современный, хороший международный пункт пропуска. Проект сейчас уже на стадии финиша, у нас там есть, к сожалению, подрядчика задержки, порядка двух месяцев у нас у них задержка идет по предоставлению документов, но я надеюсь, что мы в конце марта, в начале апреля зайдем в экспертизу и соответственно, как только уже мы получим всю рабочую документацию, начнем проводить конкурс на выбор подряд на организации, на проведение реконструкции. Ну и восемь месяцев у нас работы и далее уже мы будем передавать помещению Росгранстрою. Проект очень большой, очень хороший, если вот все реализуется, все как мы сейчас уже концепцию согласовали, дизайн-проект у нас есть, международный терминал будет очень-очень комфортный, у нас будет на вылет и зеленый-красный коридор, у нас будет 5 стойк регистрации, у нас большой операционный зал, накопитель более 500 квадратов, дьюти-фри, 5 кабин паспортного контроля, и это все и на прилет, и на вылет. Это очень-очень большие площади, 500 квадратов на прилет, накопитель 500, на вылет, комфортное размещение, в зонах ожидания, везде кафе, предусмотренные рестораны, общепиты, вейдинги. Я думаю, что даже терминал, который сейчас мы будем, он будет гораздо комфортнее, по пропускной способности лучше, чем сейчас даже новый терминал. Будут приятно, однозначно удивлены, самое главное, реализовать проект. Все сейчас идет, акционеры готовы, решительно финансируют проектирование сейчас, общий бюджет будет более миллиарда по итогу, и я думаю, что мы получим прекрасный терминал, тем более концепция такая, что он будет сливаться все-таки по итогу и по фасаду зданию, и по дизайну с новым терминалом. И кроме того, еще нужно подчеркнуть, что это не только пропускная способность. Сейчас мы уже получим информацию, что под этот терминал будет на постоянной основе организован пункт пропуска пограничников, будет базироваться там отряд у них, таможни. Под них мы будем сейчас более тысячи квадратов готовить, только под помещение ГКО более тысячи квадратов. Это современные помещения, кабинеты, комнаты отдыха, душевые кабинеты для руководства, там переговорные, все в современном, и все с требованиями законодательства. Это дополнительно к пункту пропуска. Ну и, конечно же, вот еще хочется отметить вип-зал. Будем, сейчас уже, мы спроектировали, уже у нас есть проект, уже дизайн проект готовим. И после того, когда у нас закончим с международным пунктом пропуска, мы начнем, сразу приступим к работе и к строительству нового вип-зала. Любой проект, он подразумевает то, что до этого работают коммерсанты, предоставляют какой-то бизнес-план. Без этого не бывает. Вот проведя работу, коммерческий департамент наш предоставил акционер программу, целую программу развития вообще аэропорта, аэропорт-структуры. Все это взаимосвязано. То есть задача такая, что мы к 2030 году должны разогнать пассажиропоток на ВВЛ полтора миллиона, там и на международных до 150 тысяч, 200 тысяч в год. Соответственно, под это все строится. Эта программа, она работает под увеличение пассажиропоток. Строительство терминала наше показало, вот в нашем субъекте, не во всех субъектах применимо, и вообще нельзя такой пример приводить, но в нашем случае это 100% показывает то, что как только мы создаем инфраструктуру, как только мы улучшаем условия обслуживания, даем какие-то условия для комфорта пассажирам, мы становимся интересны именно у нас в субъекте. И у нас начинается рост, динамика. Параллельно, безусловно, конечно, здесь факторы еще развития туризма в России и в нашем субъекте, они тянут тоже большой поток, но в совокупности программа и наша по развитию аэропорта, инфраструктуры в связи с развитием туризма нашей республики позволяет нам говорить о том, что как только откроемся, мы сразу же начнем расти еще больше пассажирами, тогда уже будем смотреть направление. Но я, ну вот смотрю, если посмотреть по субъектам, соседним, международные направления это Казахстан, Армения, ближняя зарубежная, да, Казахстан, Армения, это самый главный Баку, те, которые нужно добавить сейчас, ну и в наших реалиях быть, это Турция, Дубай, ну и какая-то Азия. Но Азия, это очень специфический регион, это очень, частота такая редкая, это очень там сложный рынок, я думаю, что пока на данном этапе говорить о Азии нам не стоит. Ну, Китай, да, прорабатываем, смотрим, если будет бизнес серьезный, то Китай мы тоже будем рассматривать однозначно. Сергей Николаевич, я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова